Две с половиной тонн пластиковых бутылок ежедневно свозят только в один цех Казани. Вот они из-под молока и других напитков. Сложно представить, сколько их накапливается в целом по Казани. Здесь уже их прессуют, чтобы потом пластику дать новую жизнь. Пластиковому бизнесу Богдана Саворова почти два года. В 2017-м только усилиями его компании на полигон не попало 4000 кубометров мусора. В тоннах это порядка 360 тысяч. Даже партнеры-коммунальщики поняли, в раздельном сборе есть выгода. По словам, сэкономили порядка 15% на расходе, на вывозе ТБУ. Мы планируем на 3-5% планировали, а здесь вот такой показатель. Предприниматель ждет господдержки и, видимо, она не за горами. Разделять мусор еще вчера призвал председатель госсовета. Уже деньги на это затратить, может быть, из бюджета республики и муниципалитетов, чтобы эти ящики, контейнеры, как в Европе, как в Японии, синего цвета, зеленого цвета, там другого цвета, где написано, куда что складывать, этим надо уже заниматься. Если вы видите красную коробку, белую с красной коробкой, то, скорее всего, такой картон невозможно перерабатывать, потому что он окрашенный, потому что на нем есть так называемые ламинации. По Волжской экологической компании каждый месяц 350 тонн картона и 15 тонн полиэтилена обретают новую жизнь. Но раздельно к мусору подходят только пока торговые сети. Чтобы идея дошла до каждой квартиры, постараться должны и коммунальщики. В удобном доступе для населения будет расположен дополнительный контейнер, рассчитанный как раз на вторичное сырье. И это как раз те самые затраты, которые, в общем, управляющей компанией придется понести. К 2025 году на вторсырье планируют отбирать 30% мусора, примерно 10% исключать как опасные. Все остальное на захоронение или термическую обработку. В специальных условиях, высоко температурных, до 1200, даже 1260 градусов будет подниматься температура, что уже будет способствовать разложению всех вредных загрязняющих веществ до элементарных. Но перед этим обязательная сортировка, которую жители могут начать уже сегодня. Экология плохая будет, если сортировать не будет в складе. Альбидо Менебаева, Амир Завишев, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова